Так, а так 16.00 московское время, Елена Бельева находится на текущий момент в отпуске. Вебинар не так страшен, чат. Будет ли я, Дмитрий Расапенко. На текущий момент, что мы видим на рынке, фьючерс плюс 0,2%, он болтается, плюс 0,15, плюс 0,2%. Это не сильно приятно для нашего шоуточного рынка по контрактам, по индексу РТС, поэтому немножко достаточно тяжеловато. Золото и все розни, как его назвать, от верхних уровней, посмотрим, что будет дальше. На текущий момент, следующая ситуация на рынке, сейчас мы посмотрим по графикам. Значит, вернемся, начнем с вопроса секторов. Нефтегазовый сектор, недельный масштаб, чувствуется неплохо, растет, покупатели на хаях не боятся покупать. Это достаточно неплохо накрадует. В ходе понедельного масштаба в такой период неопределенности, доходит до уровня начала проторговки, где будет и происходить сама борьба. Телекоммуникационная попытка оживиться за счет роста РТС, но к отдельным бумагам мы еще вернемся. Сектор энергетики достаточно неплохо себя чувствует. Это мы смотрим недельный масштаб, он только-только начинает оживляться. Это только первые попытки. Желающих активно покупать пока нет. На стартующие не выводили маржинальные бумаги. Пока по информации ММВБ-10 РУГГИДРа убирают из индекса, а поиска будет. В металлурге начинает то же самое, то есть более активная попытка расти. Спасибо лидеру новичкому никелю, за ним тянется немножко и Северсталь. Потребительский сектор находится в режиме легкой фиксации прибыли, на мой взгляд. Либо вторая трактовка это боковик, то есть коррекция боковиком. Пока у нас на руке не сильно приятная ситуация была. В дальнейшем развитии событий увидим. Я больше придерживаюсь варианта фиксации прибыли. Небольшой части позиций. Машиностроение, КАМАЗ, ГАЗ просто молодцы. Поэтому у них все нормально. Я думаю, следующим будет Австоваз. Австоваз мы посмотрим. Финансовый сектор тоже пытается что-то показать. ВТБ немножко вытягивает, Сбербанк не очень. С бумагом вернемся. Индекс страха или как я называю индекс РТС-2. На третьем возвращается определенная, ну определенная, не определенная. Возвращается неопределенная. Они показали, попытка была вырасти, ну и потихонечку так находятся в ситуации именно неопределенности. Вернемся к индексу МВБ. Что он нам показывает? Неделя начинается достаточно неплохо. Очень-очень неплохо, но напоминаю, статистику, если кто-то уже был на вебинаре, я статистику уже эту говорю. Американцы заметили, что если бар закрывается на хаю, то есть если хай равен клоузу, как здесь 131.24, следующий бар на нем взяли другого цвета, то есть красненький. Но, еще раз повторяю, это только статистика, это не говорит, что так будет, но просто надо это учитывать. Аналогичная низ, если у нас закрывается на улице, это не так часто бывает, вот я нашел ситуацию, когда да, это есть. Пока все нормально, пока мы зелененькие, неделя начинается, но завтра среда, это не очень приятный день, обычно разворотный. Тоже статистика, это не я придумал. Это любители статистики, господа американцы. Дневной масштаб. По дневному масштабу мы видим, все попытки провала были выкуплены. Качево, что я проделил, нет, но такая консолидация неопределенности, посмотрим еще по отдельным бумагам. По часовику влетели мы наверх, потом откорректировались, сейчас откорректируемся в бок. Попытка была выкупить во второй час торгов, пока она не удавалась, но там сейчас страшно, я не вижу. Так, месяц оживает, пять месяцев мы падали, в конце июня мы выкупили, и июнь начинается, второе полгода начинается, пока она может наметить. Так, в чате вопросы есть, в чате вопросов нет. Если будете задавать, пожалуйста, вопросы задавайте, я в чате. Спасибо. Так, срочно рынок, срочно рынок дошел до линии поддержки, которую мы рисовали, каждый рисует, еще раз говорю, как художник, как может. Я спокойно отношусь вообще ко всем вот этим рисованием каналов, потому что в любом случае это вещь относительная. Попытка уйти ниже закрепиться, но в целом, если смотреть более глобально, мы находимся в таком идеало растущем боковике. Движение как такового, и достаточно финяло, движение пока оно, к сожалению, отлетит. Оно нас давит, так сказать, евро-доллара, то, что доллар укрепляется, соответственно, рубль немножко слабее. На текущий момент, вот выходит на первый взгляд, попытка продавить вниз, коллекция настоялись вырасти на этом списке, мы не смогли продолжить этот импульс. Пока идет борьба за этот уровень. Ничего интересного на срочном рынке пока в этом отношении нет. Все позиции, которые у меня, у нас это будет пока все кратенько, и поэтому подождем. Стопы стоят, риски расширены. Так, следующее, переходим на срочный рынок по отдельным. Значит, рубль-доллар, попытка выйти из вот этого бокового диапазона будет в 33.60. Ну, тогда мы будем считать, что вышел. Не будет, пока опять его загоняют в этот же боковик. Так, график. Евро-доллара. Была хорошая попытка поднялся. К сожалению, импульса не получилась. Очень жаль, доллар продолжает укрепляться. Это очень хорошо показатель. Потенциальная поддержка находится где-то на уровне 29.90-29.80. До этого они там нашли определенное равновесие. Сейчас опять они в этом боковике. И кто победит, увидим. Посмотрим на новости. Посмотрим на 8 июля будет первое чаталко. Отчетная неделя. Ну, в общем, достаточно много таких данных. В Гербанахе дошел до уровня сопротивления. Это вот о чем мы говорили с вами. Что все-таки будет у него здесь на уровне 26.5 какая-то преграда. Попытка провалить низ. Но в любом случае, бояться особо не надо. Он приходит, слушай, да, растущий такой боковичок. Пока все в рамках тенденций. Если с точки зрения рисовать каналы... Газпром ведет себя опционик все по-другому. Птичка, которая, на мой взгляд, начинает отрываться от рынка. Она начала первые признаки того, что она живет в своей жизни. Она дала текущий бокальник. Попытально возможен в них отновеской достаточно сильный. На мой взгляд, я рекомендую всех, у кого есть позиции по данной бумаге на фичерсе, либо на статье выставлять чуть-чуть выше уровня процента на 4 на хвост. Так что, потенциально, возможно, у нас именно пока я вижу взгляд. На текущий момент выглядело. Золото проходило до 1260... Так, мы сейчас легкая коррекция. Корректируется в целом на нас в боковике. Но дальнейшее событие покажет, наверное, ближе к открытию Америки. Серебро аналогичная инфекционация. Быстрый встан вверх, продолжение импульса. Коррекция боковая. Тоже интересный инструмент. Теперь поехали к бумагам. В чате вопросов есть, в чате вопросов нет. Газпром. Мы видим, что независимо от ситуации на рынке, Газпром находится... Базовая активная бумага находится на боковике. Будет бороться за уровень 112-й вот здесь. Далее, специально, возможно, выход... Ну, то есть, глобально где-то 118... Ну, как глобально, а я более так близко где-то 118. Но, значит, 116-118 будет достаточно тяжело. Не включала, чтобы покатить. Так, Мансур, очень трудно вас слышать. Какой-то посторонний звук. Так. Давайте я сейчас попробую с камерой говорить. Микрофон я подбираю. Сейчас лучше, Мансур. Мансур, напишите, пожалуйста, я сейчас использую микрофон-камеру. Сейчас слышно или нет? Лучше, Сергей. Ну, если плюсик, будем считать, что лучше. Отлично. Так, ну, значит, камера нам не нужна. Да, слышно какую-то женщину. Это наш сотрудник, который уже выполняет свои дозы. Так, ну, поехали дальше. Без микрофонов. Надеюсь, микрофон с камерой будет интереснее и приятнее слушать. Значит, по госпому. Живем своей жизнью практически... В боковике потенциально выход 112, 116, 118, глуборот. По бумагам, у кого из позиций заходили в Газпром, просто рекомендую поставить на хвасты потенциально возможные, абсолютно непонятные движения в какую-либо сторону. Такое равновесие, мы видели хвасты в этой группе фигаде, и надо есть думать. По Газпрому, позиция по Газпрому в портфеле есть, пока она отрицательная, не вашим, не нашим. В целом, ничего интересного Газпрому не приносит, болтает о боковике. А теперь 116, то есть хочу, если буду забирать, буду забирать на начало этого тяжелого уровня 116, 118. Позиция по Газпрому 5% в портфеле. Так, следующая бумага у нас Роснефть. Роснефть, к сожалению, самый тяжелый уровень, 220, 230, 230, точнее 220, 230 пройти, закрепиться, она не... Просто я, к сожалению, не может, хотя все эти новостные потоки достаточно очень неплохие. Тейк у меня стоит на 230, 8, 238. Стоп 225, 70, небольшой режимер 224. Все, позицию защищаю, но хотелось бы все-таки видеть движение, как в некоторых других бумагах, к которым мы еще вернемся. Лукоил, достаточно неплохое движение по Лукоилу было, дошли не до... Утром мы говорили, что вот этот уровень, который был проторгован с 1920-1940, будет проходить достаточно тяжеловато, дошли не до этого уровня, народ начали немножко фиксировать позиции. Ну, первое, есть что зафиксировать, и поэтому к этому надо спросить, что достаточно неплохо. Но есть и ситуация, где зафиксировать можно только через позиции. Пока более-менее нормальная ситуация по Лукоилу. Недельная отвеча показывает о том, что через позиции силы ибеков и медведей, они абсолютно равны. Так, поехали дальше. Новотек. Новотек. Великолепная бумага, она мне нравится, в подселе она есть. Вышла она из этого диапазона. Хаймин 354.95, здесь 354.77. Хотелось бы еще больше движения, побольше, посильнее. Новотек есть. Кто тарифки... Командам получает СМС. Новотек мы заходили по 348. Переносит 1.78%. Жди его тейк по 368. Если тейк будет меняться, или любые изменения, или будем двигать статуй, СМС-ка вы получите. Так, потенциал роста у него где-то к проторгованному уровню, где-то 308, ну, начало где-то 370-380, будет пройти очень-очень тяжело. Поэтому же, в случае, не будет 368, я бы уже забрал. Дальше посмотрим, как будет развиваться события. Татнефть. Татнефть, на дневном, видно, она борется за уровень 230 и средний. Любые средние для меня, это исключительный индикатор на строение. Сейчас, сейчас, больше мне она ни о чем не говорит. Борется она, татнефть, за этот уровень. Желательно, конечно, ей там закрепиться, чтобы сделать все-таки еще один импульс движения наверх, где-то в районе 209, где мы ее ждем. Татнефть уже и не заходили на пробой и на импульс, очень неплохо заходили по 192. Татнефть дает 3%, позиция в портфеле 10%. Кто приходит ко мне на Узнар в 11.15, знает, что татнефть, была позиция 15%, 5% закрыли, походили на 108 рублей, но заходили раньше, по 108. Так, поехали дальше. Распадская первая попытка импульса еще, еще ни о чем не говорится, распадская расхода на 25%. Если мы посмотрим график недели, месяца, то там практически вообще ничего, каких-то изменений видно не будет. Поэтому длинные деньги, это больше стекулятивный. Длинных денег пока на рынке, к сожалению, распадки не будет. По недельному масштабу гораздо легче, чтобы пережить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть пока мы падаем, пружина сжалась, попытка разжать, пружина где-то за уровень 34-35 рублей. Но в любой момент бумага в целом слабая. Пока меня интересует распадская, только на недельном масштабе будет пробивать. Люди, когда не любят, боятся брать на хаях предыдущей недели, это в районе 33 рубля. Но тогда я посмотрю, может быть, с точки зрения спекулятивы я тогда забегу. Сургут, нестигая, старается полностью остаться в этом коридоре, выше 25 рублей. Коридор для него достаточно привычный в последнее время. Если посмотреть дневной масштаб, он будет, эта картинка. Где-то в сплеске, если брать не будем, 25-30 у него был коридор. Но просто желание зайти в этот коридор. Начнем, как раз идет борьба за настроение участников. Сургут и тегаз привилегированы. Немножко там другая картина. Если у обычки боковик, то у привилегированных асток, привилегированных сургут и тегаза такое взяло восходящее движение. Тоже желание, чтобы попытки остаться выше 20 рублей. Да, я включу микрофон на камере, и будет только это. Но не сейчас. Это уже завтра будет сделано. Теперь следующее. Готово неспонятно, ничего. Все попытки никеля уйти выше, закрепиться выше 14500 пока не мечалось успехом. Тяжело. Браконики закрепляться на уровне выше 4750. Есть что фиксировать движение в районе от 4500-4600. У нас аналогичные есть никель-форфеля. Заходили от 44490. Собственные 4670 защищаем прибыль более 4%. В целом, я думаю, что даже если он закроется, я буду доволен. Я спокойно зафиксирую и буду смотреть, что будет дальше. Не влюбляйся в позицию, если надо, всегда перерываю. Следующее. Северсталь. На импульсе Северсталь на Ярс тоже заходили. Сыль 224, в районе 200-периодной средней. Стоп пока не двигался. Скорее всего, буду двигать стоп. Пока она поносит 3%. Сейчас, если я вас не буду, подожду начало торговли в Америке. Если что, буду залегать стоп, защищать передач. По Северстале, сразу говорю, это не какой-то там... Все может быть. То же самое. Они падали 6 месяцев подряд. Семплс на Нашинг. Санкт-Петербург вышел из этой бумаги. Раньше они ее котировали, все любили в информационных полях мировых экономических новостей. Северсталь достаточно часто фигурировало. Чтобы дальше мы посмотрим. Пока это только пружина сжалась, попытка разжать. Душек пока ничего я не наблюдаю. Тяжело будет обратно выходить на уровень 200-240 и дальше. Пока будет очень тяжело. Бумага достаточно резная, но в последнее время как-то она не так сильно ходит. Коррекция на протяжении последних 4 часов боковая. Это вселяет какой-то... положительный нот в этой бумаге. Неплохо выглядит ННК. Это из графика месяца масштаб. Лежит на уровне 2013-2008 года. Интерес начал появляться по этой бумаге. Low, low, low. Тут элемент дивергенции существовал. То есть выход был. Но сейчас просто попытка развернуть. Изменить немножко настроение. По недельному... По масштабу мы видим, что последние 4 недели практически 5. Бумага старается как-то выкарабкаться и войти опять в диапазон выше 8 рублей. Получится, не получится, но увидим. На дневном масштабе мы видим, что тяжело будет ей проходить на уровень 7-88 рублей, но зато потом достаточно такой свет запутывания 8-40. Посмотрим. Бумага достаточно тяжелая. Она специфически, она торгнулся. Бывает очень серьезная, но бывает и такое, что безусловно глядишь. То есть, из-за какой-то активности. Low, low, low. История 217. Сифра 217 повторяется. Buyback. Деньги вроде как... Начинают заканчиваться, поэтому поддержка бумаги ослабевает. Многие инвестиционные дома считают, что Урал-Каллик скорректируется до уровня 200 рублей. Но это еще раз говорю. Это их личное мнение. НЛОНК делает спереди посылки, чтобы идти опять не по коридору 45-70. Молодец. Поддерживаю это решение, но пока не буду поддерживать действия. Посмотрю, чем закончится борьба. В любом случае, месяц 45-25. Здесь я был 44-97. То есть, в целом, амбетры на хаях предыдущего месяца покупать не боятся. А это уже плюс. Сбербанк. По Сбербанку борьба, как и на многих... Как мы видим, в своем рынке, в ряде предметов, борьба 200 рублей средняя. То есть, борьба сейчас на настроении участников рынка. Кто победит, мы увидим. В любом случае, мы работаем со стопами, поэтому даже идиотируем. Сбербанк. Привилегированный ситуация абсолютно идентичная. В портфеле Сбербанк есть. Привилегированный. Защищает уже прибыль где-то в пределах более процента, более полтора процента. Посмотрим, что будет дальше. Цель была фиксацией 71.20. Вчера я ее отодвинул. Цель в районе 72. 22.20 вот сюда вот, на этот уровень. Ну, ну, не зафиксировал. Это жалея, уже не палка до конца. Жадность иногда не приводит к хорошим результатам. Но бывает, и берешь движение, поэтому здесь 50 на 50. В любом случае, стоп я поджал, часть прибыли я защищаю. А это уже хорошо. Далее, график ВТБ. Новостной фонд по ВТБ. Кто будет государству ВТБ, кто не будет государству ВТБ. В результате... В общем, чиновникам надо определиться. Они... Взяло текущее. Что-то такое восходящее. В общем, тяжелая бумага. В ВТБ есть в портфеле. Пока плюс 145.30. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в принципе, в целом, надеюсь на импульс. Импульс на нет. Теперь стоит сумасшедшая. Ну, 0.055. Там начало депо. Я не верю, что туда бумага дойдет, но в любом случае, надо какую-то ставить. С учетом того, что я поджимаю статы, обычно меня цепляют статы, когда я уже начинаю защищать прибыль. Поэтому для меня передзак подчиняю так, на них здесь номинально. Потому что, ну, здесь можно полностью, с точки зрения аналитиков, там, ну, цели то же самое. Да, я могу доказывать у первого уса, да, что вот, был гэп, этот гэп должен закрываться на уровне 5,5,5 и 5. Вот это гэп. Правило такое, гэп всегда закрывается, но, реально, я могу сказать, мы видим ту картину, которая есть, и торгуем в той ситуации, которая есть сейчас. Сейчас это боковик. Если желание выйти из боковика наверх, ну, и оптимист есть. Если я ошибся, всегда стоит стоп. Стоп стоит ниже вот этой красной черты, это где-то боковик, оттуда вы купали. Так, теперь следующее, об этом мы посмотрели, энергетика. Энергетика лучше смотреть только длинные масштабы, от недели и выше. Тоже вариант боковика, но энергетики плюс, что косними, она, кстати, фактически она оживает. Тортина, что неделя руки, для что неделя ФСК, ФСК чуть хуже, но в целом она абсолютно похожа. Меняем название бумаги, и в нас все нормально. Интеррау чуть сильнее, мы уже заходили, мы уже проектировали, а теперь заходили, перезаходили, работаем по тренде. Ну, интеррау пока плюс один процент на предыдущий вход, ну, посмотрим, ничего страшного нету, пока я доволен. По расцветям стало аналогично, единственное, к сожалению, импульс отроду в уровень 1.10 и продолжение, продолжение этого импульса не было. Опять, мы упираемся в настроение участника рынка 200.8. То, что я говорю, 200 перед на среднем, это мои форексальные в голове, и не могут быть ошибочные. Я вот так вижу его. Мост Энерго, ситуация чуть-чуть похуже, мы видим все-таки это неисходящее движение, поэтому Мост Энерго на отсутствие. Рост Телеком, Рост Телеком, молодец, думаю, почему, а тут у нас Рост Телеком, молодец, он показывает. Значит, Рост Телеком есть, заходили тоже на импульс, дает она плюс 4% бумага. В Рост Телеком тоже пощупали ее, плюс 5% всего по объему, ну, в целом, довольны. Тейк, сперед на 96 уровне, это где-то вот начало вот этой проторговки. потенциально возможно. В любом случае, первое, какое-то тело движения на недельном масштабе, здесь Хайбл, минус 1, 29, его пробили и пошли. Рост Телеком, лучше смотреть длинные графики. Ну, просто по опыту могу сказать, то есть короткие масштабы, они как-то движения не подчеркивают. А длинные масштабы уже видно, что есть какой-то интерес. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь недель мы падали, первая неделя, когда свечка отстыли. Опять пружина жалась, жалась. Если мы посмотрим общую тенденцию, в любом случае, мы видим, пока эта тенденция нисходящая. Никакого разворота этой нету. Они нащупали какой-то, можно считать, какой-то коридор. Были ли коридоры в шестердерии, попытались, опять, на мой взгляд, уйти ближе к тому коридору. С точки зрения главы Ростелекома, все изменения, перестройка и инновационные решения, которые будут являться компанией. Ростелекома мы увидим, инвесторы увидят только в весной следующего года. МТС, борьба уровня 254-260. Отношусь положительно к этой компании. Пока в бокалите мы держимся раз, два, два, три, четыре, пять. Ну, пять-шесть недель, попытка уйти наверх, ведет фиксация прибыли. Пиктей, длинные деньги, это неделя. По масштабу месяц пока ничего сказать нельзя. Тоже инвесторация абсолютно нейтральная. Мы видим по месяцу лоу предыдущего пробили, лоу предыдущего пробили, пробили, пробили только на июне мы попытались что-то выкупить. Будет борьба вот как раз за лоу хайпи предыдущего предыдущего времени. Поэтому на бумагу пока только смотрим. Полюс золота, желание уйти опять в коридор выше 900 рублей, пока еще интересный момент. так, что у нас идет еще. Аэрофлот, аэрофлоту апплодирую, спасибо Артур, шефу. Бумага, на мой взгляд, задача, если мы смотрим на гибельный масштаб, задача аэрофлоты утоптаться выше, такую себе сделать площадку достаточа на уровне 56 рублей, 56 с половиной, но в целом смотрим положительно, да? Давайте немножко посмотрим внимательно у вас телеком. Этого года это 59,80, сегодня 58,30. То есть практически рядом попытка уйти. Реально шли в уровне 65 рублей, движение она показать может. Было заседание в аэрофлоте, но вроде лебедя выбрали, на основе компас мечтать, то есть рынок закончится, тогда немножко посмотрим, что там интересное случилось. Я думаю, что инвесторы воспринимают эту ситуацию положительно, поэтому все нормально. Рост или жадничек не буду, потому что 62 хочу закрыть. Почему 62 не заходит как раз на чуть выше этого проторгованного уровня, здесь получают 62-64. 62-65. Ну, прибыли есть, надо получить команду, когда была цель закрыть немножко раньше. Так, что у нас еще интересного? Значит, да, на рынке что у нас там творится? Значит, не положено, наше настроение, мы видим, неделя очень такая неплохая, теперь посмотрим. Значит, КамАЗ, историю с КамАЗом мы знаем, историю с БАЗом тоже поддержали, дальше идет ситуация, что у нас АвтоВАЗ, третий. Я думаю, сегодня он растет на уровне 3%, но первые попытки первых спекулянтов сиренов эту бумагу вполне возможно. Ну, в целом, можно попасть АвтоВАЗ 2% туда, в обычную 2% средств. Но еще раз повторяю, здесь данная ситуация без стопов, уровень достаточно привлекательный, но в любом случае против тенденции. мы идем исключительно отстроим КамАЗ, ГАЗ, Осталось. Это такая больше идея для того, чтобы добавить немножко в торговлю. Так, какие есть вопросы, что мы еще не рассмотрели? Так, вопросов больше нет. на счет срочный рынок у меня здесь красный, не хочу досмотреть, он мне не нравится. Ну, ладно, это шутка. Риски рассчитаны, поэтому достаточно комфортный счет. Так, теперь по по тому рынку пока все нормально, сам партнер растет на 2%, потихонечку прибавляем, достаточно неплохо, мы по крайней мере по крайней мере, то есть, которые находятся в этих бумагах, мне очень нравится. Достаточно интересно ведется пик, который лежал в партнер очень долго, добавил 3%, был плюс 4%, а график пика мы сейчас не можем найти, где он. График пика. Не пора, перезаходить, чуть позже отвечу. Попытка опять борьбы за настроение участника вот так, будет шут переводная, то есть, мы, в чем шут переводная, она получается как индикатор, давление, 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 то есть, все попытки, когда уходить касание, не дошли, но цель была здесь, не дошли, придавила, была попытка, придавили. Сейчас тут еще одна попытка, это уже пятая попытка, ну, я не знаю, но может быть, пора немножко так, сосредить DLSR, никто не говорит, никто не хочет много, цены на недвижимость падают, кто-нибудь, чтобы не говорить, чему, они реально по рынку спадают, припадают, поэтому, ну, по тику достаточно целью, ну, аля сумасшедшая, 80 ставил абсолютно, сразу могу сказать, тоже, надо поставить цель, все, ну, будет, не будет, нет, реально, где-то, я думаю, ближе к 70-72, но вот этот проторгованный коридор, бумага может лечь. Все новости не читал. Так, теперь смотрим чат, опять Алексей, пора ли перезаходить в Сбер, в Сберпрев, с целью 98, по Сберпреву, 73 по Сберпреву. Сберпрев, скорее всего, застыли, да, это у нас получили, но, наверное, чуть-чуть подно. Сберпрев мы разобрали, немножко вот идет борьба за вот этот уровень. В целом, Сберпрев можно перезаходить, да, можно даже новую позицию открывать. Если для тех, кто немножко так тяжеловато, 100, уровень 67.50, 67.30, ну, на мой взгляд, где-то там. Если с точки времени обычки, ну, 88, вот, где вот мыл было на недельном масштабе, это достаточно далековато. Ну, позиция будет, если большая, то, опять, что-то так, ну, зато будет более такая яркая ситуация. Вот. Для более активных покупателей спекулятивно Сбер можно смотреть. Ну, давайте просто посмотрим, где картинка меняется. Если мы будем находиться вот здесь, картинка меняется, но не очень, здесь пока не очень, но если мы уйдем ниже 92, картинка поменяется вот здесь. Это для более активных. Получается, в принципе, 92%, где-то чуть 20% на стоп, размер позиции будет достаточно такой неплохой. Какие есть вопросы? Мы, вроде, обо всем поговорили. Все бумаги посмотрели. Вопросы есть на сегодня? Если вопросов нет, мы будем сегодня заканчивать. Завтра в вебинаре не так страшно, не так страшно, будет вести Андрей Архитов. Все. До свидания. Завтра в 11.15 с вами встретимся на вебинаре Охота на рынке. Все. Удачи. Если кто не знает, мой скайп. первые лотинки вот и с ними буквами, первые пять букв моей фамилии, первые две буквы моего имени. Остат ДН. А можете загрязываться в чате, я достаточно открытый человек, общаюсь, и вполне можно переговорить. Все. На текущий момент всем до свидания. Удачи. И завтра встретимся в 11.15.